В своей работе мастер винокурни регулярно проводит дегустацию виски. Это необходимо ему для того, чтобы отбирать необходимые бочки, следить за качеством продукции и составлять дегустационные заметки. У каждого эксперта есть своя методика, но в общем и целом они делают одно и то же. О том, как происходит дегустация виски, нам сегодня расскажет мастер винокурни Балвени Дэвид Стюарт. Сегодня я расскажу вам о том, как профессиональный дегустатор оценивает вкус и аромат шотландского виски. Итак, первое, о чем бы я хотел сказать в этой связи, это выбор оптимального времени для проведения дегустации. Эксперт, проводящий профессиональную оценку аромата и вкуса виски, приступит к работе поздно утром, примерно в 11-12 часов. Именно в это время органы чувств человека, его обоняние и вкус обостряются. И лично я, если могу, конечно, провожу дегустацию именно в это время до обеда. Второе, на что я хочу обратить ваше внимание, это дегустационные бокалы. Для дегустации мы используем вот такие бокалы в форме тюльпана, суженые кверху. Такая форма позволяет концентрировать аромат напитка в верхней части бокала. Это очень важно, ведь, по сути, в оценке аромата напитка и состоит моя работа. Именно поэтому я использую в своей работе бокалы в форме тюльпана, которые концентрируют аромат в верхней части. Еще один момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание, это то, что мы не допускаем в дегустационный зал людей, на которых чувствуется аромат духов или бальзама после бритья. В дегустационном зале не должно быть никаких посторонних запахов, ведь это отвлекает от обоняния аромата виски. Сейчас я налью виски в бокал. Его должно быть достаточное количество, но при этом бокал не должен быть полным, потому что в виски мы затем добавим еще немного воды. Вдохнем аромат виски. В своей работе мне приходится дегустировать совершенно разные типы алкоголя, включая дистилляты, крепость которых может доходить до 94%, бленды и, конечно же, бутилированные виски крепостью 40%. Обычно я добавляю в бокал немного воды, независимо от того, что именно я дегустирую, чтобы довести крепость напитка до обычной. В некоторых случаях требуется добавить больше воды, в некоторых меньше. Это зависит от исходной крепости виски. Если вы хотите узнать больше о секретах дистилляции и обо всем, что связано с шотландским виски, добро пожаловать к нам в Академию виски на сайте thebalvini.com в разделе Warehouse 24. Или в блок российского амбассадора The Balvini по адресу thebalvini.com slash russianblog. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...